рассчитывать на Евросоюз сейчас и в будущем. Евросоюз выразил свою позицию, но и Киев не сильно отстал в громких заявлениях. Народ требует европейского будущего. Это демонстрирует, что мы готовы к реформам, готовы к Европе и к миру. Выясняется, что, быть может, не так уж и готовы. Если Украина снова не сможет провести реформы, то весь мир даже лучше, друзья Украины скажут. Но это уж слишком. Киеву об этом известно. К счастью, ему снова есть кого винить. Олигархи оказывают влияние на решения правительства. Мы понимаем, что время работает против нас. Из-за критического промедления с реформами другие идеи Киева не получили особой поддержки в Европе. Сейчас, честно говоря, я не вижу энтузиазма в Европе, когда речь заходит об отправке специальной миротворческой миссии на Украину. Кстати, о специальном. Мы считаем, что НАТО должно предоставить Украине специальный статус особого партнера номер один. Независимо от того, насколько особым партнером хочет быть Киев, Альянс давно дал понять, что пока его двери для Украины закрыты. Киеву. Решать украинцам. Но я думаю, что у них есть более срочные приоритеты на данный момент. А что же США? Господин Путин принял это решение относительно Крыма и Украины, потому что его застали врасплох протесты на Майдане, а также бегство Януковича после того, как мы выступили посредником в переходе власти на Украине. Учитывая, что США помогли организовать переворот, который привел к сегодняшней ситуации в стране, многие украинцы задаются вопросом, почему же Америка не оказывает Украине помощи далее. А бывшие дипломаты США тем временем делают вид, что не имеют никакого отношения к революционному насилию. Вы, украинцы, говорите, что американцы организовали революцию против Януковича. Это сделали не мы, а вы. Так что же всё-таки с помощью от Америки? В прошлом году США предоставили Украине 450 миллионов долларов. Интересный факт. По некоторым сообщениям, эта сумма меньше, чем средства, которые вооружённые силы Соединённых Штатов ежегодно затрачивают на военные оркестры. Экономика Украины находится в бедственном положении. Для примера, среднего дохода трудящегося гражданина страны сейчас едва хватает на два бака бензина легкового автомобиля. Неудивительно, что многие украинцы эмигрируют. Или, по крайней мере, пытаются это сделать. Очень важное решение, которое должно быть принято – предоставление безвизового режима для Украины. Однако министр иностранных дел Украины считает, что вероятность этого невелика. У них есть определённые опасения относительно высокого миграционного риска. И обычно этот вопрос является одним из наиболее важных. Судя по всему, этот важный вопрос, наряду со многими другими, будет преследовать Украину ещё не одно десятилетие. Мурат Газдиев, РТ.